В Израиле в течение нескольких дней проходила очередная акция ЛЕМУДА образовательно-культурного мероприятия, проводимого еврейским агентством. Здесь были и лекции, и стихи, и викторина «Что, где, когда». Лей Гольберт писал о том, что, конечно, поэтический текст, который произносят актеры на сцене, очень сложно разобрать. И очень часто там написал, что, например, какие-то пассажи стихотворные звучат как длинное немецкое слово, состоящее из нескольких слов, бесконечное немецкое слово. И, как бы сказать, она вполне справедливо отмечала, что, конечно, это, наверное, какая-то производная того, что наш театр существует так мало времени. Не молясь и не зная канонов, я мирской многогрешный еврей, но ушедшие 6 миллионов продолжаются жизни моей. Те обраги, траншеи и рвы, где чужие лежат, не родня, вот единственные прочные швы, что с еврейским связали меня. Вот Шмуэль вез в окно. Ничего вам не напоминает? А давайте посмотрим на следующий слайд. Поскольку Лейбут заявлен еще и как развлекательное мероприятие, то в пляс пускались даже его устроители. Субтитры подогнал «Симон» Есть вечные темы. Например, был ли Сталин, значит, чудовищем, или наоборот, хорошим человеком, который просто защищал Россию от всех врагов, и от внешних, и от внутренних, и так далее. Как ни странно, эта тема не изжила себя после перестройки, когда открылись архивы, потому что есть люди, которые архивов не читают, газет даже не читают, тем более журналов. Интернет подавно, от них далек, но телевизор внимательно смотрит, и в телевизор им говорят, что Сталин, в общем, ошибался, он перегибал, перегибал, конечно. Но он, в общем, Россию спас. От чего он спас? Да, от всего спас. От пришельцев из космоса, от Америки, от микробов, от всяких других вещей. Вот. Причем, трагизм ситуации не в том, что есть идиоты, а трагизм ситуации в том, что есть люди, которые, может быть, сами эти идиоты, у которых предки сильно очень страдали от сталинизма безвинно, неизвестно зачем. К чему это говорю? К тому, что, в принципе, есть такая у меня поговорка личная, что нечистая сила сдает карты с двух рук, то есть она сдает карты, кидает козырь обоим сторонам, потому что она, в общем, заинтересована в беспорядке, и как будут они, значит, силы наводить беспорядок, я подчеркиваю, это уже зависит от их, так сказать, культуры, цивилизации, не знаю, внутренних, так сказать, импульсов, происхождения, северного или южного и так далее. Что меня, какая мысль у меня вообще, какое событие историческое натолкнуло меня на эту тему? Восстание Пугачева. Когда Пугачев восстал, то, в принципе, объяснить это было рациональными причинами невозможно. Царизм, для того, чтобы вообще, общее правило, что для того, чтобы, значит, собирать налоги, сжать из населения налоги, нужен аппарат, аппарат взимания налогов, взимания налогов на реке Хазадской, реке Яек, на границе там с Калмыкией, с Башкирией и так далее. Не было. Что там? Они сдавали свои, не знаю, пять шкурок Соболя или кого-то еще там в год или там, не знаю, там, две ненежки. И этого хватало. Я прошу прощения за неточную цитату, но, в общем, это близко к тому, я думаю. Думаю и читал. Но, тем не менее, восстали вся, поднималась почти вся Волга. Причем к восставшим примыкали люди, которые, в принципе, восставать могли бы и не восставать. Но они пошли за Пугачевым, и объяснения тут этому нет. Нет рационального объяснения, почему, если бы восстали люди в Центральной России, где там бы помещики могли жестоко обращаться с крестьянами, тогда это можно было вообще как-то объяснить. Но восстали свободные люди, восстали, чтобы убивать и грабить, чтобы позволять себе все, что человек может себе позволить в нецивилизованной стране, в диком поле. И это они себе позволяли. У Пугачева был огромный гарем, совершались там преступления самые жуткие. Пугачев однажды увидел какого-то немца-астронома, попался ему на его путях, так сказать, и сказал, ты кто? Он говорит, я астроном, а что это такое? Звезды. Я смотрю на звезды, говорю, ну подвесьте его повыше, чтобы он свои звезды лучше видел. Вот так, примерно так. Поэтому есть некое состояние анархии, которое может пребывать в двух ипостасиях. Или в ипостасии Пугачевской, без объяснения. Или в ипостасии, ну скажем так, сталинско-гитлеровской, когда есть аппарат, насилие. Но этот аппарат, он тоже действует очень, так сказать, как бы спонтанно, спонтанно и нелогично. Я бы сказал, что арестовывать жену второго человека в государстве, Молотова, нелогично. Он может затаить зло, он может что-то затеять. Но Сталин именно был человеком, в общем, так сказать, Пугачевской складки, но европейского воспитания. Поэтому две страны, которые воюют, очень часто они, в принципе, исповедуют близкие цели, близкие к своим идеалам. Я не могу понять, почему столько фильмов в цивилизованных странах, в Италии, особенно в Америке, выпускается на тему грабежа банка. На тему преступника. На тему, так сказать, того, что человек вот-вот стреляет и так далее. Потом в конце, если это цивилизованный фильм, то его в конце концов убивают. Но мы наслаждаемся тем, значит, его, так сказать, преступлениями. И я для себя объясняю это тем, что люди просто негативят к злу. Иногда это происходит открыто, когда люди с французскими, бельгийскими и прочими паспортами, обычно арабского происхождения, едут в исламское государство. И там, значит, присоединяются уже к простой такой кровавой убивалке. Иногда это происходит в более завуалированной форме, когда, ну, так сказать, примеров можно привести очень много. Но поскольку наш формат ограничен, то я хочу закончить этой фразой Емельяна Пугачева. Перед смертью он сказал замечательную фразу, которая, так сказать, ну, лучше всего, что он вообще сказал, сделал, грех его не искупил, я думаю. Но то, что он говорил до этого. Он сказал, что Всевышний захотел наказать Россию через мое окаянство. И вот это, в этом, я думаю, ключ, что некая системная ошибка, которая есть у очень многих народов, включая, так сказать, и цивилизованные народы, она проявляется, так сказать, в виде наказания, которое возникает у исламского государства, или там у анархистов, или еще у кого-то. И хокаянство, оно наказывает нас за какие-то недоделки, за какие-то недоработки. Чтобы все мы были живы-здоровы и сделали шоу. Зима – самое подходящее время, чтобы заняться обрезкой остывших деревьев. Вороха срезанных веток можно увидеть повсюду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok